Более 200 врачей, почти 400 сотрудников среднего звена пришли в прошлом году в систему здравоохранения Одинцовского округа. На данный момент укомплектованность кадрами медучреждения составляет 88%. Задачи на этот год стоят у нас большие, не менее 70 врачей нам нужно привлечь на территорию нашего округа. И задача вполне выполнимая. Действующие в Подмосковье меры соцподдержки медиков привлекают квалифицированные кадры из других регионов страны. Более того, уровень зарплаты сопоставим со столичным, благодаря стимулирующим выплатам. Я работал в Крылатском 27 лет. Еще с нашей подстанции перешло в область за последний месяц 4 человека. В Краснознаменске работает девушка, в Красногорске молодой человек, я джином. Поэтому зарплата примерно становится близкая, с учетом этих стимулирующих выплат. Социальная ипотека – это мера поддержки, особенно востребована у медиков. В рамках этой программы специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно им выплачивается компенсация суммы основного долга. Самому же получателю соципотеки остается только платить проценты по кредиту. У меня тоже два сотрудника в апреле придут из московской подстанции. Вопрос – они пришли ко мне. Я им задала вопрос – а почему вы переходите? А переходят, потому что там есть соципотеки. Сотрудничество с вузами тоже приносит свои плоды. За три года число квот на обучение увеличилось на 20%. Но и сами медики постоянно повышают свою квалификацию, получают новые специальности. В этом вопросе тоже просят о поддержке. Нам нужен определенный грант для тех, кто продолжает свое обучение. Конечно, мы заинтересованы в этом, потому что если не растут, то наши, опять же, повышают рефикацию, оставая здесь у нас. Кроме того, с этого года в регионе действует еще одна мера соцподдержки врачей – бюджетная ипотека. Это предоставление выплаты на первоначальный взнос в размере 15% от стоимости жилья, а также льготная ипотечная ставка на 2% ниже действующей ставки Центробанка. Василиса Ивашкина, Карина Яряшева, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.